Поздравляем с победой. Весьма непростая встреча получилась. Какой она была со льда? Ну, тяжелая игра была. С ними всегда тяжело. В прошлом году тоже было тяжело. Так что мы нашли, как выиграть игру сегодня второй период. Там три минуты в защите играли. Нашли, как шлисток сделать. И в третий период убили много меньшинства. И просто классная победа сегодня. Болельщики привыкли в таких матчах много голов видеть. Сегодня 1-0. Весьма скромный счет. Что стало таким ключевым фактором? Почему так мало шайб? Я бы сказал, что оба команды очень хотели выиграть и не хотели создавать моменты. Я думаю, мы просто терпели тоже. Мы знаем, что наши моменты будут. И вот так бывает. Нужно любой вариант выиграть. Сегодня соперник оказался чуть быстрее и чуть больше бросали. Вроде бы мы больше отдыхали. С чем это связано? Это именно тактический момент? Я не знаю. Они могут бегать сколько им надо. Самое главное, что мы выиграли. Они могут там пасы играть и как они играют. Если мы выиграем, нам без разницы, как соперник. Я понимаю, соперника разбирали. Чем-то сегодня вас они удивили? Или все, как вы в принципе разбирали перед игрой, соперник действовал? Нет. Обычно соперник. Я бы сказал, что тяжело играть, конечно, против. Но в Казани, против Казани тоже тяжело играть. Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены. У нас болельщиков очень сильный звук делают. И просто для них они тоже, наверное, играют хорошо. Так что всегда нужно быть готов. Как вам эмоции Уфа-арены в концовке, когда в овертайме забросили шайбу, без голов, болельщики практически не радовались. И в конце арена так встрепенулась и очень сильно радовалась. Как вам понравилось? Да, они молодцы. Они потерпели, как мы. И мы дали им подарок, чтобы хорошие начинать неделю правильно.